Детки, ну иди, знакомься. Ну, деточки маленькие, хорошие. Переезжали в деревню, конечно же, заселяли свободную, пустующую, ждущую человека землю. Прям очень жду поля, леса людей, потому что там, смотри, не хочу, там поле для творчества огромное. Ну и чего? Ну и чего это такое? Ну вот, ты понимаешь, что ты не то что-то сделала? Смотри, значит, мы наверху делаем. Какой стаканчик? Покажи. Вот, молодец, ну так вот, ребят, вот такая интерпретация. Возьми, где кусочек? Вот давай из трех, набирай. Ну, а, правильно. Ну вот, капаем сразу все. Так, смотрите, давайте. Смотрите, она. Так, Ося, дай мне стакан, дай мне стакан, пожалуйста, дай мне стакан. Асю, дай, пожалуйста, дай мне стакан. Нет, 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 дай, возьми, возьми. Хорошо, молодец, возьми. Выпал кусок. Кусок упал, измучился. Я его не буду поднимать. А ты наступи на него из-под ноги. Ей на самом деле интересно не этот кусок. Ей за начинку интересно. Так, смотрите, вот здесь у нас... Ося, выбирай, выбирай. Ну, выбирай, какая, какая. Ну, выбирай. Дай мне, возьми, 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 возьми. Возьми, дай мне, пожалуйста, дай. Моя красавица. От процесса, да. Да, 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 просто ей очень нравится, что я... Единственное, я немножко очкую, что я в вольере, честно. Так. А ты как не работаешь? Молодец! Ну, ребят, все, чистая работа. Вот кусочек она нашла. Нет, Валерия никогда не работает. Это ее территория, я как бы уважаю. Мой с... Вы не представляете, как я ее люблю. Она у меня как... Она и подружка, и мать одновременно. То есть иногда я мать, иногда она мать. Вот в основном она. Она такая разумная, она такая прям все контролирует. О! Молодец! Словно, не ротереть. Молодец! 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 Вот видите, абсолютно, ну никакой, никакого жиотаза, ни один, ни другой. Это разговор о том, что в основном это, скорее всего, искусство. Вы видите, когда идут искусство? Мы заглядываем туда, как все было создано, как все было придумано, как наш создатель создал и что запланировал. Мы, современная цивилизация, имеем право на ошибку. Ну что, ну кому-то оскорбили, ничего страшного не произошло. Ну, а билдился на человека, не убили, например, тебя за это. А в дикой природе ты не имеешь права сделать ошибку, если ты кого-то оскорбил. Извините, ребята. Она опасается, что волк придет, как у кого-нибудь на зуб. Слушай, сейчас дай я, как они играют. Да, 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 кстати, мы хотели это тоже сделать. Она же, говорю, березка не знает языка собак. Она выращена волчицей, и вдруг у нее февраль. Ну вот. Она начинает его блокировать, не ходит, мы влюблен. Они вчера подрались. Они вчера подрались. И так, и мама гуляет. Что ты делаешь? Чудо. Они охотились на зайца, и несколько раз волки снимали всех собак. Она их, бам, ест потом. И вот так вот она маленькую так же воспитывает. То есть как ее воспитывает. Я же ее так воспитывала. И она так же их воспитывает. Вот. Тогда вы мне, смотрите, вот. И она их не... Она их любит. То есть она их кормит. Она холодильники открывала им, давала еду. Это зависит от характера или зависит от... Родительский нестик абсолютно сумасшедший. Сумасшедший. У них он формируется к годовалому возрасту. Когда... Перед появлением нового поколения в семье. Это невероятно выгодно, потому что за щенками ухаживают. Да, 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 да. Все. Я видел семью, которые матерых убили, и остались в пирианке. Сколько им? Пирианке остались в товорождении волчатами. А сколько волчаток было? Выгармили. Я приехал. Мы город резко бросили. Я бросил вообще все, как бы, всю. Пока деньги есть, что хочешь. А вот лабрадора. Мякси лабрадора. Сама думала, что человек хочет, что любит. Супер, плюс всех, как я. Вообще ничего, как бы, о них мы не знаем. И вот мы с этого начали. Конечно, очень много было ошибок. И потом уже как-то вот ребята познакомились с КП. Знаете, да, в городе, ну, волка, ну, формирую, невозможно. Смотри, как интересно, да, природа. Ну, вот, меня интересовало вообще происхождение, я сам. Я смотрел вот этот наскальпий рисунок, там, бронзовый. Очень интересная эволюция этих рисунок. Сперва человек с луком стоит, а дальше олень и волк. Потом на следующих эпохах этих рисунков. Волк ближе, ближе, ближе. И в конце концов он рядом с человеком, да, уже загнутым хвостом. Вот так вот. Да, ну, вот видите, у нас вот как раз и миссия заключается в том, что мы хотим, чтобы дети вот взялись именно не зоопарки, да, вот, а мы большое, почему мы строим этот огромный вольер, чтобы они любили, или на равных условиях животных. Вот, скажем, молодец. Спасибо. Нет. Хорошо. Здравствуйте. О, вот. Вот, кстати, посмотрите, если получится команда, вот она научила его команде флук, на удивление. Получится у тебя команда флук? Сделала уже. А, делала. Ну, вот это вообще, конечно, для дикого животного. Потому что он был очень историчный. Боя. Вот. Это вообще для меня что-то уникальное. Это самый жадный лис на свете был. Расскажем, как это происходило. Она была как гончая. Смотрите, как была. У меня вот эти вот, они еще молодые были. Значит, каждый раз, когда мы выходили в поле, на узкой тропинке вставал заяц. И каждый раз, когда собаки его, за ним гнались, он уходил в высокую траву. Вот в такую. Когда у нас появилась волчица, она что делала? Заяц уходит в траву. Она обходит, выгоняет их на собак. И спокойно собаки берут зайца. Она у нас охотилась. И они такие все у них, мы прям на них смотрели, так изучали, у них пальцы, другие у них носик. Ну, похож на моего вот это, собственно. Ну, да, да, только он все равно у тебя такой упитанный, а там чуть-чуть заостренный. А канадские, у них такой нос, как у собаки, лапы, как у собаки. Это такое ощущение, что... В общем, есть эта идея, что вот эти особенно черные и белые ганты, там какие-то корни собачьи есть, да. Вдруг он приходит. Ну, я даю ему приглашение. Правда. Саня, да, вот ты там, нет? Да. Вот иди-ка сюда. Или все-таки поладок лучше. Нет, ну, лучше на свободе. Если он, да, тогда... Хороший дядь, хороший. Права? У нас вот так вот, слотно, тем неоднократно. Я бы поделюсь, что... А теперь, в принципе, ты от него уходишь и за собой ведешь. Вообще, можно его игнорить. Просто водить за собой чуть подтягиваться, чтобы он, ну, как бы... Еще не пришлось, как-то... 21-й, вот, да. Ну, дай бог, чтобы они... Ну, они могут чистить. Ну, блин, все, как-то... И вот, опять, как-то, лапа, там. Либо с ним матери, они уставали. Надо же, пусть их не будет. Так, подальше отводить. На, держи. Девочка, смотря, какая штука у нас туда заходит. Неожиданно ты вдруг оказалась... Не в коем случае не отпускай. Она может сигануть, если ей что-то не понравится через ворота. Да, спокойно. Если что, я ее перехвачу. Ну, вот так вот ведет себя уверенно и, да, в себе волк. Да, молодца. Вообще уличка, да. Она показывает, дергает. Да, да, молодец. Смотри, я даже знала, где у нас садится. Быстро и медленнее. Ну, ищи, абсолютно... Пошли, пошли, пошли. Абсолютно... Вот так, какой может быть волк, когда с ним человек что-нибудь все последует. Ну, будешь там делать, пожалуйста, не буду. Она его сейчас сканирует, она его изучает. Дергай, дергай, не бойся, дергай, дергай. Дергай, дергай, иди, да, дергай, дергай, ничего страшного, давай, дергай. Пошли, пошли, пошли. Скажи, а что вы думали, что я тут сижу за решеткой? Совсем дверюга какая-то. Какая-то, скажи, дверюга я. Дергай, дергай. Дергай, дергай. Снимательная, да. Рома, пыталась так же завладеть вот всемниманием. Не могла хоть лучше сделать. Я, говорит, сидела, смотрела, как он неправильно себя ведет. Вот я показываю, как надо правильно себя вести. Молодец, Осень, молодец. Да, он, как с одним ими, нас насквозь. Она хочет тюрьмой след найти, вот я вот оделась. Сейчас, пойдем. Ты хороший, хороший. Если она решит, что обратно надо дойти. А ты не остановишься, ты хорош. Да. Прячемся? Сейчас где-нибудь. Надо поворотик сделать. Очень хорошо, что зима. Четко видно, что она идет по следу. Да, да, да. Молодец, Ев. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...